В сегодняшнем уроке мы рассмотрим тему «Взаимный залог в турецком языке. Ищтесь чаты по-турецки». Взаимный залог, так как понятное из названия, выражает действие, выполняемое взаимно или совместно двумя или более субъектами. Аффикс «Взаимного залога» имеет четыре варианта по гармонии гласных. Что тоже является аффиксом «Взаимного залога». Посмотрим несколько глаголов. Например, «Язмак писать» и добавляем аффикс «Взаимного залога», так как у нас «Яз» заканчивается на букву «А». Добавляем «Ыш» и получаем «Язышмак» – «Переписываться». То есть «Язмак» мы пишем, а «Язышмак»… Глаголу «Язмак» аффикс «Взаимного залога» добавляет действие, взаимность или совместность, потому что переписываться мы можем с кем-то. Обязательно нам нужен кто-то, и у нас действие направлено на этого человека. Глагол «Анламак» – «Понимать», так как у нас заканчивается корень «Анла» на гласную, добавляем просто букву «Щ», это является аффикс «Взаимного залога», и получаем «Анлашмак» – «Договариваться». Иногда получается, что глагол «Взаимном залоге» имеет похожий смысл с начальным глаголом, а иногда бывает, что глагол «Взаимном залоге» имеет отличный смысл от начального глагола. Еще глагол «Танымак» – «Узнавать», «Танышмак» – «Знакомиться». Тут тоже корень заканчивается на гласную, поэтому добавляем просто букву «Щ». Глагол «Бозмак» – «Ломать», «Разбивать» и «Бозушмак» – «Ссориться». Как бы получается, что взаимно люди ломают или разбивают там сердце друг к другу, и получается, что возникает ссора, «Бозушмак» ссориться. «Довмек» – «Бить кого-то», «Побить», и «Довюшмек» – «Драться». То есть, когда двое человек, например, друг друга бьют, это у нас получается драка. Поэтому «Довмек» – «Бить», а «Довюшмек» – «Драться». «Гермек» – «Видеть», а «Герюшмек» – «Видеться». То есть, когда два человека друг с другом увиделись, получается «Герюшмек» – «Видеться». Теперь посмотрим, когда мы можем использовать взаимный залог. У нас здесь два варианта его использования. Первое – это когда у нас происходит взаимное действие. То есть, действие делают несколько человек, и такое действие направлено на другого или на других. Посмотрим на примере. «Хер сабах, ищ аркадаш ларымла, селям лаширым» – «Каждое утро я здороваюсь с коллегами по работе». Глагол «Селям ламак» – это значит «Приветствовать кого-то», «Говорить здрасте», «Говорить селям», то когда мы применяем аффикс взаимного залога, получается глагол «Селям лашмак», что будет переводиться как «Приветствовать или здороваться», то есть «Взаимно». И получаем «Хер сабах, ищ аркадаш ларымла, селям лаширым» – «Каждое утро я здороваюсь с коллегами по работе». Следующий пример, такой не совсем стандартный. «Бёй ле бак иштык ярым саад». «Вот так смотрели друг на друга полчаса». «Бакмак» – «Смотреть», а «Бак ишмак» – это значит «Смотреть друг на друга». «Переглядываться». «Бёй ле бак иштык» – «Вот так смотрели друг на друга полчаса». Поэтому у нас в самом предложении в турецком варианте нет слова «друг на друга», но когда мы будем переводить на русский язык, правильно перевести «Смотрели друг на друга» или «Переглянулись». «Бёй ле бак иштык ярым саад». «Вот так смотрели друг на друга полчаса». И здесь, как мы видим, тоже взаимное действие, то есть два объекта делают действие, направленное друг на друга. Еще один пример. «Италия» и «Киёлджутрени чарпышты». «В Италии врезались два пассажирских поезда». «Чарпышмак» – «врезаться». «Чарпмак» – глагол, это значит «ударить кого-то». А «чарпышмак» – здесь у нас взаимный залог, это значит «ударили друг друга», то есть «врезались». «Италия» и «Киёлджутрени чарпышты». «В Италии врезались два пассажирских поезда». Еще один пример. Они переписываются между собой по поводу нового строительного проекта. Они переписываются между собой по поводу нового строительного проекта. То есть тоже делают действия. Действия, направленные друг на друга, делают его взаимно. И второй вариант использования взаимного залога – это когда у нас происходит совместное действие. То есть действия осуществляют совместно несколько человек в одно и то же время. Действие может быть не направлено друг на друга, но оно у нас происходит, осуществляется совместно. Например, Дети, увидавшие сотрудника парка, разбежались в разные стороны. То есть дети делали это действие одновременно. Оно не было направлено друг на друга, но оно было сделано одновременно. И в таком случае тоже используем взаимный залог. Еще раз повторим предложение. Дети, увидавшие сотрудника парка, разбежались в разные стороны. Еще пример. Мы долго смеялись над рассказанным анекдотом. Мы долго смеялись над рассказанным анекдотом. И последний пример. Женщины, увидевшие мышь, начали кричать. Баырмак – кричать. А баыршмак – это значит, когда кричат несколько человек одновременно. Здесь у нас еще в корне глагола баыр есть выпадание гласной, поэтому здесь нету буковки «ы». И получаем действие, которое делают одновременно несколько человек. И оно у нас стоит в взаимном залоге. Фарей йорен кадын лар, баыршмая башлады лар. Женщины, увидевшие мышь, начали кричать. Еще есть некоторые замечания в этой теме. Можно отметить, что есть некоторые глаголы, которые имеют значение взаимного действия, но при этом невозможно отделить аффикс взаимного залога от корня глагола. Такие глаголы в основном являются производными от имен существительных. Например, такие глаголы, как «барышмак» – мириться, «савашмак» – воевать, «гюряшмек» – бороться или «ярышмак» – соревноваться. Здесь все эти глаголы имеют совместное действие. Когда миримся, обязательно несколько человек, более одного человека должны это действие делать. «Воевать» – то же самое. Не может один человек воевать сам собой, он должен с кем-то воевать. «Бороться» – кто-то с кем-то. И соревноваться, опять же, действие, которое делается взаимно или совместно. Если хорошо присмотреться в корне этих глаголов, то мы увидим, что как будто есть аффикс взаимного залога. Но вместе с тем нельзя разделить корень от аффиксов взаимного залога. То есть сам по себе корень такой ничего не обозначает. Нет глагола «бармак» или «савамак» или «гюремек» или «ярымак». Если мы посмотрим еще внимательнее, то мы увидим, что все эти глаголы у нас являются производными от имен существительных, потому что «барыш» – это мир, «саваш» – это война, «гюрещ» – это борьба, «ярыш» – это соревнования. То есть все здесь глаголы, они выходцы от существительных. Просто для информации вы должны знать, что есть вот такие глаголы. И еще есть некоторые глаголы, которые относятся тоже к такой группе, и они производные тоже от существительных, но с помощью аффикса «лэш» – «лэш». Есть такой отдельный аффикс. И вместе с тем он является как бы аффиксом взаимного залога. Возьмем примеры. «Байрам лашмак» – поздравлять друг друга. «Тока лашмак» – обменяться рукопожатием. «Дельтлэшмек» – делиться трудностями или беспокойствами. Все из «лэшмек» – договариваться. Если мы посмотрим на корни глаголов, то мы увидим, что он происходит от существительного плюс аффикс «лэш» или «лэш». Например, «байрам» – это праздник, а «байрам лашмак» – это значит поздравлять друг друга с праздником. «Тока» – это значит рукопожатие. «Тока лашмак» – это значит обменяться этими рукопожатиями. «Дельт» – это проблема или трудности. И «дельтлэшмек» – это значит делиться такими трудностями или беспокойствами своими. «Сёз» – это слово, и «сёзлэшмек» – это значит договариваться, то есть дать друг другу слово, что-то пообещать друг другу, и получаем глагол «договариваться». И в этих во всех глаголах мы тоже не можем отделить корень от аффиксов взаимного залога. Нет слов «байрам ламак» или «тока ламак» или «дельтлэмек» или «сёзлэмек». Эти глаголы, они уже всегда идут в форме взаимного залога. Возьмем несколько примеров с такими глаголами. «После долгого времени они снова помирились». На русский язык не всегда получаются правильные, корректные предложения, или, возможно, я не нахожу правильный перевод, потому что, когда на русский переводим, после долгого времени нужно добавить ссоры или там неразговаривание, они снова помирились. Но вот по-турецки мы можем вот так сказать, как бы смысл, через длительное время, после того, как они не разговаривали, после того, как они были в ссоре, они снова помирились. «Узунджа бирзамандан сонра текрар барыштелар». После долгого времени они снова помирились. Или еще предложение. На Олимпийских играх 2016 года в Рио турецкие спортсмены будут соревноваться в шести различных видах спорта. «Ярышадяк» – это значит «будут соревноваться». Кто соревнуется? «Туркспорджулар» – турецкие спортсмены. «Алтыфартыспордалында» – это значит «в шести различных видах спорта». Если дословно переводится «ветках спорта», «дал», потому что это «ветка», но мы переводим на русский язык как «вид спорта». И где будут соревноваться? На Олимпийских играх 2016 года в Рио. «Икибин он Алты» – Рио Олимпиад Оюннарында. И еще один пример возьмем. «Женщины-герои, воевавшие против нацистов во время Второй мировой войны». Здесь глагол «савашмак» – значит «воевать», глагол, который нельзя отделить корень от аффиксов «заимного залога». Еще раз повторим. И еще нужно знать, что некоторые глаголы, все же, несмотря на наличие аффиксов «заимного залога», не имеют значения взаимного действия. Например, глагол «сыкышмак» – «застрять». Смотрите, «сыкмак» – глагол. Это значит что-то затягивать, зажимать. А «сыкышмак» переводится как «застрять». Хотя здесь аффикс у нас взаимного залога, но глагол не имеет значения взаимного залога. То есть есть такие глаголы. Например, «гелищмек» – «развиваться». Производится от глагола «гельмек» – «приходить», а «гелищмек» – «развиваться». То есть как бы совсем не похоже между собой. Или «алышмак» – вроде как от глагола «алмак» брать, а «алышмак» – «привыкать». Или глагол «етишмек» – «успевать» и «гиришмек» – «предпринять». Есть еще другие похожие глаголы. И также есть глаголы, которые похожи на предыдущие такие глаголы, как «байрамлашмак» или «дертлешмек», которые тоже производны от существительных и с помощью аффикса «лаш-леш», но они не имеют взаимного действия. Например, «гюзель-лешмек» – «стать красивей», «быть красивей». «Серт-лешмек» – «стать тверже». И «лешмек» – «выздороветь», «выздоравливать», «становиться лучше». Или «аыр-лашмак» – «стать тяжелей». Здесь мы видим, у нас везде есть в корне глагола прилагательное. Например, «гюзель» – «красиво» или «серт» – «жесткий». «И» – «это хороший», «аыр» – «тяжелый». И добавляется аффикс «лаш-леш», но глагол не имеет взаимного действия. То есть, есть у нас и такие глаголы тоже. Мы просто должны знать, что бывает и так. На этом сегодняшний урок закончен. Если вам понравился урок, ставьте лайки, делитесь для того, чтобы другие люди, ваши друзья тоже видели этот урок, если он вам полезен. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, для того, чтобы видеть всегда свежие уроки. Пишите в комментариях вопросы, если вам что-то непонятно. Я всегда постараюсь ответить на них. До скорых встреч!